Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня 23 занятие нашего курса «Иврит Торы и молитв». Вчера мы прочитали недельную главу «Вайгаш». Это предпоследняя глава первой книги Пятикнижей и книги Брешит. И я нашел прямо вот с самого начала этой главы очень много материала, который продемонстрирует важное правило, правило, к которому я подходил в течение нескольких уроков. Это местоименные суффиксы. И вот это будет основная часть нашего урока. Но предварительно я, конечно же, для тех, кто не знает букв, но хочет знать буквы, вот я познакомлю их с новыми буквами, чтобы они могли потренироваться. Значит, это две буквы. Буква «Гимелл» — вот она. В тексте она выделена желтым. Буква «Нун» — она в тексте выделена зеленым. Точнее, не самая буква, а слова, в которых эти буквы есть. Буква «Гимелл» — что нам надо знать про нее? Она третья в алфавите. Мы сейчас не обращаем внимания на «Дагеша» внутри нее. Буква «Гимелл» с «Дагешем» и буквы «Гимелл» без «Дагеша». Сейчас нами читается одинаково. В прошлом, возможно, они читались немного по-разному. Так, буква... Вот, собственно, и все. Она везде читается, буква «Гимелл», везде читается как «Г». Так, буква «Нун» — понятное дело, что она читается как «Н». В середине и в начале слова она пишется так. «Нун» — «Софит», если «Нун» стоит последний в слове, пишется она вот так. То есть вверх у нее как бы такой же, а вниз она уходит под строчку, а не загибается влево. Ну вот, давайте я почитаю вам некоторые слова из нашей недельной главы. Вот, вот слово «Вайгаш», которое дало название всей главе. Буква «Гимелл» — вот она. В букве «Гимелл» стоит точка «Дагеш», на которой мы сейчас не обращаем внимания. «Вайгаш». Так, какие буквы из этого слова мы еще знаем? Труппа «А» никаких других букв не проходила еще. Дальше. Вот слово, которое, если бы не было огласовок, мы прочитали бы, наверное, как имя Всевышнего. То есть так, как это имя читается в молитвах. Так? Или, например, «Шма». «Шма» — «Исраэль» — «Аддунай» — «Элогейну» — «Аддунай» — «Эхад». Вот это вот слово, которое мы называем «Всевышнего», пишется точно так же, но огласовки тут другие. Вот буква «Нун». Вот буква «Нун» в слове «Аддунни». Мы с вами прошли огласовки, и мы видим, что буква «Нун» здесь имеет огласовку «Херик Гадоль», то есть точку внизу и «Ют» после него. Поэтому слог читается как «Ни», а не «Най». Что такое «Аддон»? «Аддон» — это «Господин». «Аддон» — «Олам» — совершенно замечательный пиют. Вот я не знаю, входит он в молитве «Нигдайнов» или не входит. Если не входит, я очень советую вам его найти, в любом случае, в интернете, в пиют, с разбором. Вот, и может быть даже... Да, входит. Да, входит. Ага, замечательно. «Аддон» — «Олам» — это просто, к тому же, еще замечательные стихи и великолепные песни. Вот, значит, «Аддон» — в слове «Аддон», «Господин», буква «Нун» стоит в конце, и поэтому написано как «Нун-суфит». А что значит «Аддони» — мы с вами будем разбираться группой «Г». Это значит «Мой господин». Поскольку после «Нун» есть еще буква «Ют», она, собственно, не буква, она часть согласовки «Хирик-Гадоль». Но, тем не менее, после «Нун» пишет еще и «Ют», да? Поэтому «Нун» не является постоянной, она пишется как нормальный «Нун», а не как «Нун-суфит». Дальше идет слово «На». «На» — это значит «пожалуйста». Если «Нун» пишется вот так, если она пишется, это слово «Нун-Алев», это «На». «На» — «Пожалуйста». «Беозней». «Озней» — вот буква «Нун», да? С согласовкой «Ц» и «Рэй» и после этого еще идет буква «Ю», которая сама огласовки не имеет, но передается буквой «Е». «Беозней», почему я говорю «беозней», а не «беазней», потому что эта огласовка «КамАЦ» — это «КамАЦ КАТАН», «КамАЦ КАЦАР». Это тот камаз, который читается как краткое «О». Здесь снова слово вот этого «АДОНИ», дальше это «АДОНИ». «ВА-НО-МАР». «И мы сказали». Так. Я говорил вам уже, что вот это вот «ВА-В», который стоит перед глаголом, имеет две функции. Первая функция — это «И» — соединительный союз, а вторая функция более значимая — она переворачивает будущее время в прошедшее, а прошедшее — в будущее. Я себе возьму слово отсюда. «НО-МАР» — это мы переведем «мы скажем», «А-ВА-НО-МАР» — «И мы сказали». Так. Вот буква «НО-МАР», которая не является корневой, а представляет собой префикс, да, будущего времени, множественного числа «мы скажем» — первого лица. Так. Снова слово АДОНИ. Дальше слово ЛАНУ, которое мы сегодня называем ЛАНУ. Вот он, НУН. А вот и НУНСУФИТ. Выделен голубой. ЗАКЕН. Слово читается ЗАКЕН. Старый, пожилой. А вот слово КАТАН. Наверное, многие из них его знают. КАТАН значит малый. Вот слово ЗКУНИМ. Тот же корень ЗАИН, КУФ, НУН, что и в слове ЗАКЕН. ЗАКЕН – это старец, старик. А ЗАКУНИМ – это старость. Ну, примерно такой перевод. Дальше слово ЭЙНЕЙ. Это множественное число. Слово АЙН. АЙН – это глаз. ЭЙНЕЙ. А, извините, это слово ЭЙНИ. Это мой глаз. Дальше. ВАНОМАР. Слово это было. Так. Слово ГАНААР. НААР – это юноша. Молодой человек. Так. Вот. Ну, давайте еще раз берем. Вот слово ГАКАТОН. Аналогично слово КАТАН. Малый. Так. ТОСИФУН. НУНСУФИТ. Поскольку она последней. Последнее идет в слове. Вот еще слово, в котором есть и буква НУН, и буква ГЕМЕЛ. Да. ВА НАГЭД. ВА НАГЭД. И РАССКАЗАЛИ. Так переводится это слово. Так. Вот слово ГАМ, очень важное. Так же, тоже. Вот слово БЕЯГОН. В УНЫНИИ, В ГРУСТИ, В ПЕЧАЛИ. Вот тоже очень важное слово ЭЙН. ЭЙН. НЕ ИМЕЕТСЯ, ОТСУСТВУЕТ. Вот слово АСОН. НЕСЧАСТИЕ. НУНСУФИТ. Вот еще слово ЭН. Это слово можно перевести, как бы не. Что бы ни случилось. ПЕН-ЭР-Э-БАРА, что бы ни увидели мы в зле, в плохом. Посмотрите внимательно. Слова, в которых есть буква НУН, выделены зеленым. Слова, в которых есть буква НУНСУФИТ, синим. А слова СГЕМЕЛ выделены желтым. Какие слова больше? Конечно, буква НУН встречается чаще. Почему? Это связано и с тем, что она чаще встречается в словах. Больше используется в алфавите. Но, кроме того, буква НУН бывает и в корне, как, например, в слове НААР, и в префиксах, как в слове НОМАР, мы скажем, так и в суффиксах, например, АЛЕЙНУ, НА НАС, НАМ. А буква ГИМЕЛ, она такая скромненькая, она встречается только в корнях. Если вы разбираете слово, чтобы найти корень, буква ГИМЕЛ, если вы ее видите, да, она обязательно, вы уже знаете, что она входит в состав корня. Вот такие буквы. Значит, давайте посмотрим графический ГИМЕЛ и НУН. Они похожи друг на друга, поэтому я их даю в одном уроке. А чем они отличаются? Нижней частью, да. У ГИМЕЛ как бы две ноги, да, у НУН, значит, НУН завернуто влево, завернуто влево, а НУН суффит идет вниз. Вот вам относительно этих букв. Учите их. Скоро мы уже с вами будем знать все буквы. И, я надеюсь, из группы А вы перейдете в группу В. Так, а теперь перейдем к теме местоименной суффиксы. Многое в иврите параллельно тому, что мы знаем по школьному курсу русского языка. Существительные бывают мужского или женского рода. Правда, среднего рода нет. Что еще? Существительные бывают в единственном и множественном числе. Правда, в иврите есть еще и двойственное число. Мы об этом говорили. Но тема местоименных суффиксов в принципеально отлична. Ничего подобного в русском языке нет. Давайте я попробую объяснить эту тему. Вначале напомню вам, что слово может стоять в обычной форме и может стоять в форме смехута. Когда два слова, два существительных обычно, объединяются в одну конструкцию. Например, арон богадима. Шкаф одежды. Шкаф для одежды. По-русски мы говорим одежный шкаф. Шкаф, образуя от существительного одежда прилагательное. В иврите мы используем слово одежда, как оно и есть. В форме существительного. Арон богадим – это шкаф одежды. Шкаф для одежды. Так вот, первое слово иногда меняет свою форму. Как оно меняет? Давайте сформулируем это снова. Повторим. Если это существительное, как правило, оно не меняет форму. Как правило. Если это существительное во множественном числе, то суффикс им меняется на суффикс эй. Вот мы берем, например, слово богадим. Бэгет – это одежда. Багадим – это одежды. А как сказать одежды кого-то? Мы говорим бигдэй. То есть вместо им мы говорим эй. Бигдэй – коэн. Одежды священнослужителя. Далее. Если слово стоит… Если это слово принадлежит женскому роду, и оканчивается оно на суффикс комадз-эй, ну что, например, хатулла, или вот мишпаха, мишпаха, да? Последняя буква хэт имеет… Точнее, перед последнее в слове. Имеет огласовку комадз, и после этого идет буква эй, которую мы не читаем, мишпаха. Вот. Что происходит с этим словом? Суффикс эй меняется на суффикс тав. То есть получается что-то типа мишпахат дорон. Семья дорон. Семья по фамилии доронов. По фамилии дорон. Так? Вот. Секундочку, это единственное число? Мишпахат дорон. Мишпахат дорон – это единственное число. Мишпахат, как мишпахат. А во множественном числе, например, мишпахот, они остаются мишпахот. Это касается смехута. Так, смехутная форма существительного, которая стоит первым в сопряженном словосочетании. Так. А теперь в иврите есть возможность одним словом указать на предмет и на субъект, которому этот предмет принадлежит. Это самая частая форма. То есть отношение – это отношение принадлежности. Так. Первое слово, значит, само слово – это название предмета. Так. А кому он принадлежит, мы, значит, указываем на него так, как указывает местоимение. Вот давайте посмотрим на примере нашей недельной главы. Вот возьмем это слово. «Авдхам». Вот нестременный суффикс. Если мы откинем его и не будем обращать особого внимания на огласовки, мы прочитаем из этих букв «Айнбет» и «Далет» слово «эвет». «Эвет» – это раб. Раб или слуга. Ну, давайте переведем слово «раб». А что означает суффикс «ха»? Этот суффикс указывает на человека, который обозначен здесь местоимением «ата». То есть второе лицо, единственное число – мужской род. То есть раб чей? Раб твой. Твой, если мы говорим это «мужчине». Вот слово «адони», которое я сегодня уже упоминал. Это не что иное, как слово «адон» с суффиксом «и». А что такое суффикс «и»? Он указывает на «меня». Местоимение «они» заканчивается точно так же, как «адони». На «и». «И» – это суффикс первого лица, единственного числа, как в мужском, так и в женском роде. Что такое «адони» – «господин мой» или даже «мой хозяин». Вот слово «ап-ха». Слово «аф» – «альф-бей» означает в данном случае «гнев». «Ап-ха» – это «гнев твой». «Да не возгорится» – «гнев твой». «В-аль-и-хар» – «ап-ха». Дальше. «Б-А-в-Д-Ха». Слово «бэ» – это «в», или точнее «в», но в значении «на». «Ав-Д» – это «эвет». «Раб-ха» – это «твой». То есть «на раба твоего». «Не разгорится гнев твой» – «на раба твоего». Обратите внимание, что здесь само слово «ав-Д-Ха» – буква «далит» имеет огласовку «шва», а здесь «ав-Дэ-Ха». Буква «далит» имеет огласовку «сегол». Но это не важно на самом деле. Отчего здесь ставят такую огласовку, а здесь другую огласовку. Это, в общем-то, эти правила не строгие, и мы сказать это не можем. К сожалению, кого? Чтится Торой. Того человека, который прочитывает Тору по свитку, потому что в свитке огласовки не стоят. А человек это должен запомнить, что здесь написано «ав-Д-Ха», а здесь «ав-Дэ-Ха». Он должен помнить это наизусть. Пропустим это слово, потому что это несуществительное. И посмотрим вот это слово. А-В-А-Д-А-В. Мы видим слово «эвит». Но это слово стоит во множественном числе. Если бы не было местоименного суффикса, оно звучало бы «ав-Д-Им», как, например, «ав-Д-Им-А-И-Н-У-Л-Э-П-РО-Б-И-С-РА-И-М», как «пасхальная годия». Суффикс «ав-В», обратите внимание, что буква «ю» здесь не имеет огласовки, она не читается, вот такие правила чтения в ибрите. Вот этот суффик означает, что само существительное стоит во множественном числе. Не «эвит», а «ав-Д-Им», не «раб», а «рабы». Так? И эти «рабы» чьи? «Рабы» его. То есть это суффикс третьего лица единственного числа мужского рода. Слово «ав-Д-А-В» означает «рабы его». Вот так. Вот давайте разберем это слово, потому что оно нетипично. Здесь написано «ахив». Что такое «ахив»? Мы встречались с этим словом на предыдущих уроках. Одно означает «его брат». На самом деле суффикс «его» пишется иначе. Но вот именно слово «ах» и слово «ав», да, у них немножко по-другому идут местременные суффиксы. Итак, «ахив», запомним, это «его брат». А вот, например, слово «имо» от слова «эм», «мать», или «има». «Има» пишется «алиф», «мем», «алиф», «м» пишется «алиф», «мем», «суффит». А вот «имо» — это «мать его», да, потому что вот это вот «о» — это суффикс, соответствующий местоимению «гу». «Он» — единственное число, третье лицо, мужской род. Как сказать «его отец», оказывается «авив». Здесь суффикс принимает форму «вав» и звучит как «в», да, хотя «имо» — это его мать, а «авив» — это его отец, да, и то или другое указывает на «его», на него, да, но здесь суффикс стандартный, а здесь немножечко другой, как и в слове, например, «ахив». Так, 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 вот это тоже пропустим, мы сюда вернемся. Вот давайте посмотрим на это слово «авадеха». Чем оно отличается от, например, «авдеха» или «авдеха»? Отличается оно буквой «юд», которая не имеет огласовки и, в общем-то, никак не произносится, она просто не произносится, потому что эта буква нам кое-что показывает. А что она показывает? Она показывает, что слово «эвет» стоит во множественном числе. То есть не от слова «эвет», а от слова «авадин» образуется эта форма. Что такое «авадеха»? Это «рабы твои», да? То есть само слово стоит во множественном числе, да? А какое местоимение мы используем? Чьи? Это местоимение «ты», «отта», то есть единственного числа второго лица мужского рода. Так, вот замечательное слово «эйни». «Эйни» — это значит «мой глаз». «Айн» — «глаз», «эйни» — «мой глаз». «Ваосима» — «эйни» — «лав». И буквально «положу глаз мой на него». Так, слово «лав» — «на него». Это неосуществительное? Сейчас, чуть попозже, мы его разберем. Уважаемые граждане, я составил таблицу местоименных суффиксов. Сейчас я попробую ее. Нет, что-то она не открывается у меня. Вот она, вот она открылась. Так, давайте посмотрим, что тут есть. Эта таблица прислана вам в нашей группе в Телеграме. Но неделю назад я заранее прислал ее. Она с тех пор немножко мной дополнена. Я попытался расставить огласовки. Огласовки в компьютере очень трудно расставляются. Вот. Поэтому я даже не везде их расставил, даже в этой таблице. Но кое-где они и есть. Вот. Сейчас я поставил ее уже с огласовками. Сегодня и вчера. Давайте посмотрим, какие у нас есть местоимения. Что такое местоимения? Это слова, которые заменяют имя, то есть существительное. Прежде всего у нас есть местоимения единственного числа и множественного числа. Внутри каждого числа есть женский, мужской род и женский род. И есть лицо первое, второе, третье. Итак, местоимение единственного числа первого лица, я, для мужского рода и для женского рода одинаково. Я, да? Как на иврите. Они. Так говорит и мужчина про себя. Они. Так говорит и женщина про себя. Они. Поэтому я ставлю здесь одно слово на две колонки. Теперь при обращении к мужчине мы говорим ему «ты, а та», а при обращении к женщине мы говорим ей «ты, а та». В русском языке это не отличается, не различается. В иврите это разные слова. Но, к сожалению, у меня не получилось поставить здесь точку. В буквы «тав» она должна быть «та», мужской род, а женский род. Не так у существительных. У существительных, если на конце стоит «камац» «эй» — это женский род, если не стоит, то мужской. А для местоимений наоборот. Теперь «он» на иврите «гу», «она» на иврите «и». Так? Ну, давайте сразу рассмотрим местоимения во множественном числе. Мы, анахну. Анахну — это мы. Как в мужском роде, так и в женском роде. Напоминаю вам, что если в компании есть 99 женщин и один мужчина, то мы все равно используем мужской род. Вот такая дискриминация. Женский род только в том случае, когда есть только лица или предметы женского рода. Теперь «вы». Обратите внимание, что нет обращения на «вы» в иврите. К любому человеку, даже самому уважаемому, обращаются на «ты», «ата». Есть форма вежливого обращения, но сейчас мы ее рассматривать не будем, она вторична. Так, значит, «вы» — это только во множественном числе. При обращении к мужчинам или, как мы выяснили, мужчинам и женщинам вместе, мы говорим «атем», здесь тоже должна стоять, должна стоять «дегеш» буквы «тав». Вот, а к женщинам мы обращаемся «атен», «атем», «атен». И про «них», да, то есть «они» в третьем лице мужчины мы говорим «эм», женщины мы говорим «эн». Так, вот это местоимение. Теперь, если мы берем какое-то существительное, я пока объясняю вам местоименные суффиксы в применении к существительным. мы берем какое-то слово, например, слово «шульхан». «Шульхан» — это «стол». Как мы можем сказать «мой стол»? Мы можем сказать просто «шульхан шали», «шали» — это «мой», да? Два слова. Но в «ибрите» есть возможность сказать это одним словом. К самому слову «шульхан» приделывается, пришпандоривается в конце суффикс, соответствующий местомению «они». Так? И получается слово «шульхани». «Мой стол» — «шульхани». Как сказать «твой стол»? Если мы обращаемся к мужчине, мы пришпандориваем суффикс «ха». Получается «шульханха». Если мы обращаемся к женщине, мы говорим «шульханех». «Эх, твой стол», если ты — это женщина. И, наконец, нет, собственно, это не конец, это далеко не конец. «Его стол» — «шульханно». «Ее стол» — «шульханна». «Шульханна». Так? Вот вам местоименные суффиксы в единственном числе. Если на самом деле, на самом деле, открою вам секрет. Практически никто не пользуется, во всяком случае, в устной речи в иврите, в современном, местоименными суффиксами с существительными. Никто их не пришпандоривает к существительным. И, конечно, израильтянин нам скажет «шульханшени», а не «шульхани». Более того, когда я говорю «шульхани», это выглядит несколько странно и даже, можно сказать, пугающе. Я этим пользуюсь. Собственно, и вы можете пользоваться. Но для этого надо знать местоименные суффиксы. Для чего же мы их проходим? Не только для того, чтобы понимать Тору, да? А в Торе они используются гораздо чаще, чем в современном иврите, в устной речи особенности, да? Но и, главным образом, для того, о примере местоименных суффиксов, которые добавляются к существительным, понять эти местоименные суффиксы, которые пришпандориваются к служебным частям о речи. Например, что такое «мой», «шели»? Это не что иное, как слово «шель», признак принадлежности, да? С тем же местоименным суффиксом «и», который есть и «шульханы». «Шели» – это «мой», «шелха» – это «твой», если ты мужчина. «Шеллах» – это «твой», если ты женщина. «Шелло» – это «его», «шелла» – это «её». Сравните с аналогичными местоименными суффиксами в применении к существительному. Это то же самое. Одно и то же. Но… Да-да-да. Я здесь… Одно и то же, получается. Да, совершенно одно и то же. На самом деле, на самом деле, да, можно сказать вот вместо этого слова два слова, и вас лучше поймут, да? И реально, если вам предстоит пользоваться им ритмом, как разговорным, разговорным языком, наверное, вы так и скажете, да? Но именно вот на примере существительного мне проще показать вот, скажем, такие слова. Другие слова мы с вами разберем на примере текста. Ну, давайте посмотрим, что у нас происходит во множественном числе. Мы. 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 Анахну. Наш. Шеланну. Шель. Шеланну. А вот наш стул. Если мы вдвоем сидим за одним столом, он называется шульханену. Шульханену. Так. Так. Вы. Атем. А в женском роде. Атен. Ваш. В мужском роде. Шелахем. В женском роде. Шелахен. А наш стол. А наш стол. А ваш стол. Шульханхем. Или шульханхен. Так. Ани. Гем. Ген. Их принадлежащий им. Шелахем. Шелахен. Ген. Их стол. Шульханнам. И шульханнам. И шульханнам. На самом деле есть суффиксы еще и такие же. Можно сказать шулханхем, но чаще используется шульханнам. Шульханнам это их стол. Шульханхем это ваш стол. В любом случае в мужском роде. Так. Так. Мы разобрали слово шульханнам. Я не успел здесь расставить огласовки. Но это пример того, что если слово мужского рода имеет окончание. Окончание э. Море. Да. Это окончание отбрасывается. Мой учитель. Мори. Мореха твой учитель. Морех твой учитель если ты женщина. Моро это его учитель. Мора. Это ее учитель. И так далее. А если мы берем слово Мора в женском роде. То вот это вот окончание комат э. Заменяется точно так же как в Смехуте на окончание от. То есть как мы в Смехуте скажем Морат география. Учительница географии. Ну, к примеру. Так же мы используем это слово Морат как основа для местоименных суффиксов. Морати. Это моя учительница. Мори. Мой учитель. Морати. Моя учительница. Моратха. Твоя учительница. Морха. Мореха. Твой учитель. И так далее. То есть мы используем вот эту основу. Теперь рассмотрим множественное число. Учителя Морим. А в Смехуте Морей. Как сказать мои учителя? Морай. Суффикс эй. Меняется на суффикс ай. Как сказать учителя твои? Морейха. Морейха. Юд здесь без огласовки не звучит. Морейха. Если это без юды, это значит учитель твой. А. Если это с юдом, это учителя твои. Мора их. Это учителя твои при обращении к женщине. И так далее. С этими суффиксами стоит разобраться. Ну и осталось множественное число женского рода. Мора во множественном числе это морот. И к слову морот. Мы преподаваем те же местоименные суффиксы. Мои учительницы моротай. Твои учительницы моротейха или моротаих. Его учительницы моротав. Ее учительницы моротейха и так далее. Так. Во множественном числе вы можете сами разобраться. Если этой таблицей пользоваться, то вы расшифруете не только само слово, но и какую роль это слово играет. То есть, сейчас мы увидим, что, например, авадейх. Как я, собственно, я приводил, например, авадейха – это твои рабы. А авдеха – это твой раб. И так далее. Теперь, точно так же, как к существительным мы пришпандориваем местоименные суффиксы, но на самом деле этим никто не пользуется или почти никто не пользуется, те же самые местоименные суффиксы мы пришпандориваем к служебным частям речи. Например, шель, шели, шелха и так далее. Какие суффиксы мы используем в слове шель? К слову шель мы используем те суффиксы, которые мы используем для предметов в единственном числе, например, шульхани. Так. Есть служебные слова, которые, например, шель используют вот из этой таблицы, из таблицы отсюда, так, или, скажем, вот отсюда. Так. И есть служебные части речи, которые используют местоименные суффиксы как у существительных множественного числа. То есть, как вот отсюда. Отсюда. Так. Давайте посмотрим. Одно из этих слов – это аль. Аль – это о ком-то, о чем-то, или сверху – на ком-то, на чем-то, да? Как мы скажем «на мне» или «обо мне» про меня? Это аль. Так. Как мы скажем «мой шели», мы берем слово «шели» и добавляем «и», да? А как мы скажем «обо мне», мы берем слово «аль» и добавляем суффикс «ай», как в слове, например, «морай», «мои учителя». Так. Как сказать «на тебе» или «про тебя»? Алейха. Алейха. Как сказать «про тебя», если ты женщина? Алейх. Как сказать «на нем»? Алав. А как сказать «его»? Шело. Да? Другие суффиксы. Как сказать «про нее»? Алейха. А как сказать «про нас»? Алейха. Алейну. Может быть, вы встречали молитву, которая называется «алейна», потому что начинается слово «алейну» на шабеях. На нас лежит обязанность прослаблять. «Алейхем», как «шалом», «алейхем», «мир» на вас. Да? Алейхен. Алейхем. Алейхен. Вот вкратце грамматику я объяснил. Разобраться с этой таблицей, кому будет важно, он сможет самостоятельно. А сейчас мы вернемся к нашему тексту. Можно вопрос по таблице? Да, 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 конечно. Шульхан, можете показать? Давайте. Собственно, если вы в нашей группе, вы эту таблицу откроете у себя. Шульхан. Он без вав? Минуточку. Шульхан. А, вы имеете ввиду как «у», как «шурок», да. По грамматике мы пишем слово «шульхан» с кубуцем, три точки по диагонали. Вот. Но по правилам Академии иврита, если мы используем неогласованное чтение, неогласованное письмо, то мы пишем букву «ав». Для обозначения звука «у». А, да? Без вав? Да. Ну, в словаре вы найдете слово «шульхан» с тремя точками. Да, с буквы, с буквы. Да, да, да. В газете или в книге это будет с вавом, конечно. Шульхан. Понял, хорошо, спасибо. Спасибо. Да, на здоровье. Так, мы вернемся к нашему тексту головы Вайгаш и посмотрим некоторые слова. Итак, слово «элав». Теперь мы его поймем. Мы видим, что это суффикс. Если мы отбросим его, мы получим слово «эль». Что такое «эль»? К кому-то. К направлению. По направлению к чему-то, да? Или у кого-то. А что такое суффикс «ав»? Если бы он был приспандорен к существительному, например, «шульхан», да? Он показал бы, что слово «шульхан», стол, стоит во множественном числе, то есть столы, и что столы принадлежат ему. То есть это суффикс третьего лица, единственного числа мужского рода, когда предмет стоит во множественном числе, то есть столы его. Вот к слово «эль», к по-русски, да? Прешпандориваются суффиксы как у существительных множественного числа. В единственном числе было бы «о», «шульханно» его стол, «шульханав» его столы, да? А «элав» мы… Само слово «эль» не может иметь форму множественного числа и в форме единственного числа, потому что это несуществительное. Это направление, да? Но суффиксы используются эти. Что такое «элав»? Получается «к нему». К нему. Так? Ну, еще некоторые примеры я вам покажу. «Ахаво». Вот это более редкий случай. Так? «ВВТР ГУЛЭВАДОЛ» и «МОВЭАВИВ ОХАВО». Это вообще глагол. Глагол «агав», «любить». Что такое «агаво»? «Любить его». «Любить его». Да, 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 да. «Ахаво» – это может быть его любовь, а может быть те, кто его любят. Да? Ну, в случае так, да? «ВЕАХИВ МЭТ» и «Брат его умер», «ВАИВАТЕР ГУЛЭВАДО» и «Остался он один», «ЛЕЙМО ВЕАВИВ АХАВО» у «Отца и матери, которые любят его». Так? Такое тоже есть, правда, значительно реже. И вот еще одно слово, которое не является существительным. Что такое «ЛЕВАД»? Это наречие. Наречие в одиночку. Да? Можно сказать «АНИЯ СИТИ ЭДЗЕ ЛЕВАД». Я сделал это «сам один». А можно сказать «АСИТИ ЭДЗЕ ЛЕВАДИ». «Я один». «ЛЕВАДХАТЫ один». «ЛЕВАДО» – «Он один», потому что этот суффикс показывает на третье лицо, единственное число мужского рода. Так? Вот слово «АЛЛАВ». Здесь мы видим «ЭЛЛАВ» к нему через «АЛЛЕВ». А здесь мы видим «АЛЛАВ» через «АЙН». То есть «НА НЕГО». «ВААСИМА ЭЙНИ АЛЛАВ» «И положу я глаз мой на него». Так? Вот совершенно замечательное слово, очень нам нужное. «ЭТХЭМ». Извините, «ИТХЭМ». «ИТХЭМ» – это значит «С ВАМИ». «С ВАМИ». Вот это слово «ИТ» – это не что иное, как слово «ЭТ» в значении соединительного союза. «С» на самом деле вот с этими словами «ИТХЭМ», «ОТХЭМ», «ЭТХЭМ». «ИТО», «ОТТО» и так далее. Они заслуживают отдельного урока. Но пока вкратце вам скажу, что там, где написано «ИТ» – это «С» кем-то. «АХЭМ» – это множественное число. «ВТОРОЕ ЛИЦО» – мужской роды. «С ВАМИ». Вот это слово мы забыли разобрать. «ПАНАЙ». «ЛИЦО ПАНИМ». Слово «ПАНИМ» не имеет формы единственного числа. Всегда стоит во множественном числе. Даже когда мы говорим об одном человеке, мы называем его «ЛИЦО ПАНИМ», как бы «ЛИЦО». Поэтому какой суффикс мы используем? Суффикс «АЙ». «ПАНАЙ» – это «ЛИЦО МОЁ». «А ШУЛЬХАНАЙ» – это «МОИ СТОЛЫ». Так, вот замечательное слово «ЛО». Не путайте его со словом «ЛО», которое пишется с «АЛЕФом». «ЛО» – это «ОТРИЦАНИЕ». А вот это слово, которое состоит из двух букв, одна из которых вообще часть огласовки, оно имеет две части. Первая часть – это «ЛЕ», «К» чему-то, «К» кому-то. А вторая часть «О» – это местоименный суффикс третьего лица, мужского рода, единственного числа. «ЛО» – это «К НЕМУ». «ВА НА ГЕД ЛО» и сказали ему. Вот слово «ДИВРЭЙ». Суффикс какой? Суффикс «ЭЙ». Остается слово «ДИВР». Мы такого слова не знаем, такого слова нет, никто не говорит «ДИВР». А есть слово «ДАВАР». «ДАВАР» – это «Вещь», и «ДАВАР» – это «Слово». «ДАВАР». Раз стоит суффикс «ЭЙ», значит, слово «ДАВАР» стоит во множественном числе. «ДАВАРИМ». «ДАВАРИМ» – это «Слова». «ДИВРЭЙ» – это «СМЕХУД» от слова «ДАВАРИМ». «ДИВРЭЙ АДОНИ» – это «Слова Господина Моего». Не помню точно, может быть, есть здесь еще слова «ДАВАРИМ» с местоименным суффиксом, но давайте подумаем, как сказать «Мои слова». «ДАВАРАЙ» – «ДАВАРАЙ». Как сказать, его слова «ДВАРАВ» и так далее. Что означает слово «АВИНУ»? «Ну» – это суффикс. «АВИ» – это «АВ» – «Отец». «АВИНУ» – «Отец» – «Наш». «АВИНУ» – «Валкейну» или, например, «АВРАМ» – «АВИНУ» – «Наш Отец». А вот что значит слова «ЛАНУ»? Это тоже «ЛЕ», которое мы встречали здесь. «К» или «Для чего-то». И «НУ» – это «Мы». «ЛАНУ» – это «Нам», «Для нас». «ШИВРУЛАНУМИАТ ОХЕЛЬ». «КУПИТЕ НАМ НЕМНОГО ЕДЫ». «ЛАНУ» – «Нам». «АХИНУ» – «АХШЛАНУ» – «Наш Брат». «ИТАНУ» – «Мы говорили с вами, что «ИТ» – это «С КЕМ-ТО». «ИТ» – «ХЕМ» – это «С ВАМИ», «АЙТАНУ» – это «С НАМИ». «Так». Вот слово «ПАНАЙ» – «Это ЛИЦО МОЁ». «А вот ПАНАЙАИШ» – «Это ЛИЦО ЧЕЛОВЕКА». «ЧЕЛОВЕКА ЭТОГО». «Так». «Вот слово ЭЙНЕНУ». «На самом деле, это слово означает «мы не». «Например, мы не разговариваем». «ЭН ЭЙНЕНУ МЕДАБРИН». «Более грамотно, чем АНАХНУЛО МЕДАБРИН». «ЭЙНЕНУ МЕДАБРИН». «Но здесь почему-то…» «Действительно не знаю, как это объяснить». «Смысл» «ВЕ АХИНУ ХАК КАТОН ЭЙНЕНУ ИТАНУ». «Брат наш младший, он не с нами». «Он не с нами». «Если бы не было здесь слова ЭЙНЕЙНУ, я бы использовал вместо него слова ЭЙНО». «Он не». «Но, что написано в истории, то и должно быть написано». «Дальше». «АВДХА – РАБ ТВОЙ». «АВИ – ОТЕЦ МОЙ». «ЭЛЕЙНУ». «ЭЛЕЙНУ» – это «ЭЛЬ». «ЭЛЬ» – то же самое, что «ЛЕ», то есть «К». «НУ» – это «Мы», «К НАМ». «ЭЛЕЙНУ» – «К НАМ». А как всё-таки используют «ЛЕЙНУ» или «ЭЛЕЙНУ» или «ЛИ»? Я имею в разговорном иврите, в современном. Я могу сказать «Я иду к НЕМУ», а не «ОЛЕХЛО». А, понятно. Значит, используется «ЛЕ» или используется «ЭЛЬ». Просто по звучанию, как это лучше. «ОНИ ОЛЕХЭЛ» говорят. «ЭЛЬ» – «ДАНИ», «Я иду к ДАНИ». А я иду к НЕМУ, они «ЛЕХЭЛЛАВ». «ЭЛЛАВ». «ЭЛЛАВ». Да. Но направление, скажем, движения – это скорее «ЭЛЬ», потому что «ЛЕ» используется скорее «У кого-то», «Для кого-то». «ЕШЛИ» – «Есть у меня», «ЕШЛО» – «Есть у него». Понятно. Спасибо. Посмотрите. «ЛЕ» мы используем суффиксы для существительных единственного числа «ЛО», а «ЭЛЬ» мы используем суффиксы для существительных множественного числа «ЭЛЛАВ». А вот слово «ИШТИ». Попробуйте догадаться, что оно значит. «ИШАШЛИ». Это «ИШАШЛИ», совершенно верно. «ЖЕНЩИНА», «ЖЕНЩИНА», «ЧЬЯ-то ЖЕНЩИНА» или «ЧЬЯ-то МОЯ ЖЕНЩИНА». «Да, ЖЕНЩИНА МОЯ». Откуда здесь берется «ТАВ»? Буква «ХЕЙ» в слове «ИША» заменяется на «ТАВ». То есть вместо «ИША» мы используем форму «ЭШЕТ», как в «ЭШЕТХАИЛ». «ИШТИ» – это «МОЯ ЖЕНЩИНА», точнее «МОЯ ЖЕНЩИНА». «МЕ-ИТИ» – вот это тоже важное слово. Что такое «МЕ»? Это «ОТ КОГО-ТО», «ОТ ЧЕГО-ТО». С этим словом местоименные суффиксы используются тоже несколько нестандартно. «МЕ-ИТИ» как бы используют слово «МЕ-ЭТ» – «ОТ КОГО-ТО». «МЕ-ИТИ» – «ОТ МЕНЯ». И иногда, сейчас в разговорном рите чаще, используется слово «МЕ-МЕ-НИ» – «ОТ МЕНЯ». «РАД МЕ-МЕ-НИ» – это такое выражение сленговое. «Отстань от меня», буквально слезай с меня. Ну, если есть желание, вы можете сами посмотреть, какие формы принимает вот это слово «МЕ» или «МЕ-ЭТ». «ОТ МЕНЯ» – «МЕ-МЕ-НИ», «ОТ ТЕБЯ» – «МЕ-МЕ-МЕ-Х», «ОТ НАС», допустим, «МЕ-МЕ-НУ», «ОТ НЕГО ТОЖЕ МЕ-МЕ-НУ». Поэтому иногда от нас говорят не «МЕ-МЕ-МЕ-НУ», а «МЕ-И-ТА-МУ», чтобы подчеркнуть, что имеется в виду именно «МЫ», а не «ОН». Вот слово «РАИТИВ». Оно немножко нетипичное. Говорить вы точно не будете. Что такое «РАИТИ»? Когда мы с вами разберем грамматику глаголов, а это нам еще предстоит, вы будете знать, что «РАИТИ» – это «Я видел», а «РАИТИВ» – это «Я видел его». Вот этот суффикс показывает на него. Суффиксы, местоименные к глаголам, тоже иногда прешпандориваются. Реже, правда. Реже – это дополнительные суффиксы, потому что «РАИТИ» уже имеет суффикс, «Я видел его», «РАИТИВ», пример, который переводил мой учитель, точнее, один из моих учителей. Слово «АХАВТИАХ» означает «Я любил тебя». Одно слово переводится в тремя. Так. Все сокращено. «РАИТИВАТИ» – это «Я любил тебя». «СЭВАТИ» – это в данном случае «СЕДИНА». «СЭВАТИ» – это «СЕДИНА МОЯ». «СЭВА ШАЛИ». «СЭВАТИ» – это вообще очень интересная такая форма. Форма наподобие той, как мы встречаем в ШМА, у ВУШОХБХА, у КУМЭХА. Когда-нибудь мы до этого тоже доберемся. Корень здесь вот какой. «БА БЕТ АЛЕФ», точнее, «БЕТ ВАВ АЛЕФ» и «ВАВ» выпадает. Что он означает «приходить». «БОИ» в данном случае – это «МОЙ ПРИХОД». «КЕ БОИ» – «КОГДА Я ПРИШЕЛ» – «ЭЛЬ АВДХА» – «К РАБУ ТВОЕМУ АВИ» – «МОЕМУ ОТЦУ». «КЕ БОИ» – «ВО ВРЕМЯ ПРИХОДА МОЕГО ЭЛИ» – «КОГДА ПРИШЕЛ Я». Вот так вот это переводится на русский. Вот такая форма. «НАВШО» – «ДУША ЕГО». «ВЕ НАВШО КШУРА БЕ НАВШО» и «ДУША ЕГО» связано с «ДУШО ЕГО». Один раз суффикс «О» – «ЕГО» относится к «СЫНУ». В данном случае – «БЕНЯМИНУ». Второй раз «О» – «ЕГО» относится к «ОТЦУ ЯКОГО». И «ДУША ЕГО» связана с «ДУШО ЕГО». «ДУША ЯКОГО» связана с «ДУШОЙ БЕНЯМИНУ». «ВЕХАЯ» – «КИР ОТТО». От слова «РОЭ» – «РОЭ» через «АЛИФ» – это «ВИДИТЬ». «КИР ОТТО». «ПРИТОМ, ЧТО УВИДЕЛ ОН» или «КОГДА ОН УВИДЕЛ». То есть к глаголу прибавляется…» Я даже не знаю точно, как вам это объяснить. Это глагол «УВИДЕЛ ОН» или это глаголь несуществительное. Обычно объясняют, что это глагол в специфической форме такого неабсолютного инфинитива. Может быть, мы до этого дойдем. Так, «АВДЕХА». Скажите мне, это раб твой или это рабы твои? Это множественное число. Правильно, буква «Ю», хоть она и не читается, не имеет огласовок, показывает нам, что слово «ЭВЕ» стоит во множественном числе. «АВДЕХА» – это рабы твои. А вот «АВДЕХА» – это раб твой. Что значит эта фраза? «ВЕГОРИДУ АВДЕХА» – это СИВАТ АВДИ. «И сведут рабы твои, седину раба твоего, АВИНУ отца нашего, ВЕЯГОН ШЕОЛА» – в грусти в могилу. Вот такие слова говорит Иуда в неделе главе, которую мы читали вчера. «ЭЙ ЛЕХА» – к тебе, «ЭЛЕХА» – к тебе. «АХИВ» – здесь нестандартно. «АХ» – это брат, «АХИВ» – это брат его. Вот еще слово «ИТИ». Там, где мы видим «ИТ» – это С, «ИТИ» – это со мной. Вот мы разобрали местоименные суффиксы. И с таблицей, которую я вам дал, я надеюсь, вы разберетесь самостоятельно. Если будут вопросы, задавайте. Значит, очень полезно было бы тем, кто действительно хочет разобраться с этим и самостоятельно понимать недельную главу, а это очень важно, да, попытаться вот весь этот текст и дальнейший текст, да, на иврите без перевода, постараться понять, что означают те или иные местные суффиксы, да, и попытаться их применить. «ВАЙГАШ ЭЙЛАВ ЙУДА» И обратился к нему ЙУДА «ВАЙОМЕР БИ АДОНИ» И сказал «Пожалуйста, господин мой, ИДАБЕР НААВДЕХА» Будет говорить «Пожалуйста, раб твой, ДАВАР БЕ ОЗНЕЙ» Слово в уши «АДОНИ» господина моего, ВАЛЬ ИХАР АПХА И не возгорится гнев твой, ДАВДЕХА НА РАБА ТВОЕГО И так далее со всеми остановками. Так, вопросы, пожалуйста, по сегодняшней теме. А можно уточнить, вот в современном иврите слово «ШЕЛЬ», которое обозначает принадлежность, насколько я понимаю, оно происходит от как бы два слова. «ШЕ» — это как союз типа «что» или «который», плюс «Л» — суффикс, который обозначает «направление». То есть типа «который к кому-то», то есть «тот, который ко мне» или «тот, который к кому-то». Понятно. Мне тоже так казалось, когда я изучал иврит, никто не мог мне это подтвердить, но никто не мог и опровергнуть. Может быть, например, Афшалом Кор, который для иврита то же самое, что для русского языка, Дитмар Лешич Розенталь. Может быть, он как-нибудь и внес бы ясность, но к нему я пока еще не пробился, хотя он подписывал один мой диплом. Может так, а может и не так. Например, в одной песне, да, там есть вот это вот слово «АА». Я вам скажу, какая песня. «Туда аль кольма шеварата, туда альма шелина тата». Вот это вот слово «шели» звучит в точности как «шели», «мой», да? Но на самом деле оно означает «ше ли», «что мне». «Спасибо за все, что мне дал ты», «ше ли», да? А «что мне» — это, в общем-то, мое, да, «ше ли». Можно считать, что и так, но для работы на практике проще считать, что «шель» — это признак принадлежности, так? Ну, например, «шулхан шель има» — «стол мамы», «мамин стол». Так? Так, хорошо. Я поставил вам на Телеграм вчера и сегодня таблицу, это, в общем-то, одно и то же. А вот то, что я поставил неделю назад, да, я еще не расставил там. Глассовки, собственно, и сейчас. Глассовки в таблице. То есть, расставлены не все, но я надеюсь, вы разберетесь. Всего наилучшего. С Божьей помощью мы продолжим через неделю. С Божьейed. Ну, действительно. Продолжение следует...